Высокородные, величные и могутные. Убачить зубров сейчас можно не только в Беловежской Пуше, но и под Гомелем. Два брата-близняты заселились у вольера Центра экологичного туризма, в котором находится коле агрогородка Бабовича. Одним из первых с новоселами познакомился наш корреспондент Дмитрий Котов. Давай вместе будем кормить. Давай покормим. Это зубр. Ты боишься? Давай вместе. Смотри, как вкусно. О, как вкусно. Морковку кушает, да? Яны с задовольнением подыходят и завсёды рады я новым знакомствам. Зубры проявляют дружелюбность и не супрать почувствоваться любимыми готунками с рук гостей. У пошуках этих живёл директор Центра экологичного туризма Василий Антонов объездил практически всю Беларусь. Спотребилось немало часу. И вот на минулых тыднях эти пригожены набыли свой новый дом. Становились на выборе Минского зоопарка. Они у них были вольерные. Ну и цена была довольно-таки умеренная. Заключили договор, оплатили и привезли. Два брата-близнеца – это очень редкое явление для зубров. Обычно рождается один малыш раз в два-три года. Как бы надеемся поднять генетику деторождения двоих зубрят. Будем покупать ещё двух девочек или трёх. Сашить за зубром справа довольно клопотная. Але, как означает Василий Антонов, коли доживёл и ставишься, як до родного человека ніяких бытовых проблем не отшуваешь. Рацион, саправды, ураживая. 15 килограммов сена, 5 килограммов морквы, прикладно столькиш яблык, плюс сухофрукты, бураки и гарбуз. Это штудённое харшавання только одного зубра. Зараз их вага коля 300 килограммов. Приблизно празд полторы годы, и она повеличится большим у троя. Половозрелость полная наступает в 3-4 года. И они, соответственно, объём массы тела набирают к этому году. Зубры, хоть уже и достатково дорослые, але пакуль не мают уластных имёнов. Выправить эту околичность може кожный жадаючи. У Центра экологичного туризма пропоновують придумать имёны для зубров. Зарабить это наведывальники могут пра социальные сетки. Одинная умова – у обо двух имёнах повинна быть літера «Б», тому, что зубры народилися у Беларуси. Плануется, что выники огушать до конца этого года. Имёны «Пероможцы» будут вызначены по сродках специального голосования. Час на обмеркование обмежаваны, улишивающие, что наступный 2021 год БК. И тому символично, как живёлы сустрели его зуластными имёнами. Дорога, тут амаль с кожной живёлой связана цикавая история. Например, Ласиха Мая. Всё лето и она была знайдена у Ветковским районе мясцовыми жахарами ледь живой. У Центра экологичного туризма я ей выхоживали 4 месяцы кропотливой працы. 9 литров тёплого молока что день – и задача выполнена. Ласиху отрималась выротовать. И сегодня я нарадую наведывальников разом с іншими живёлами. У Центра экологичного туризма зараз коля 40 разностайных видов. Недавно листала ленту инстаграма и увидела, что у нас возле населённого пункта Бобовича есть такая туристическая база, где можно посмотреть, покормить, потрогать разных животных. И самое удивительное, что на этой базе появились зубры, которые увидеть не нужно ехать в Беловежскую пущу, а вот совсем рядом приехали и посмотрели. А вчера муж говорит, может съездим, посмотрим. И вот сегодня мы здесь. Детям очень понравилось. Здесь свежий воздух. Сегодня очень хорошая погода. Нам очень повезло. В интернете большое количество информации о содержании, разведении, требованиях по их содержанию. Ну и, соответственно, где их можно приобрести. Потом поездки по всей Беларуси, по зоопаркам, зоосадам. Договариваемся с руководителями этих предприятий. Заключаем договора и покупаем их официально. В дальнейшем привозим сюда, создаем вольеры нужных требований. Чекают новосела у центры и в наступном годе. У планах набыть тибетских яков. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, отель Радио, компания «Гомель». Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, отель Радио, компания «Гомель». Продолжение следует...